Всем снова привет! Сегодня разбираемся с тем, что такое карта нормали, как она работает, с чем ее едят, какие могут быть ошибки в ее использовании. Наверное с ошибками плотнее будем разбираться, когда будем разбирать запекание непосредственно, а это будет после ретопологии, после UV-развертки. Но для того, чтобы понимать, зачем нужна ретопология, как она работает, нужно понимать, что такое карта нормали. Ну и сразу стоит оговориться, что есть ощущение, что эпоха карт нормали и ретопологии подходит к концу, но не то чтобы она совсем уже наступила. С выходом 5-го Unreal, с их системой на нит, когда бешеное количество полигонов может присутствовать в модели. Может быть скоро такая история, как ретопология и карты нормали идут в прошлое. Но пока они не ушли, мы разбираемся, как это работает. Итак, сейчас я буду изображать некие схемки, ну и надо понимать, что поскольку я их изображать буду в двухмерном пространстве для простоты понимания, то вместо полигонов у нас будут ребра, просто ребра линии, соединяющие вершины, ну и какие-то там поверхности. Допустим, у вас есть какая-то такая, нет, даже не такую, а вот какую-то такую поверхность мы сделаем, высокополигональную. То есть она состоит из кучи маленьких отрезочков, из кучи полигончиков условно. Вот. И мы хотим в низкополигональной модели, которая более приспособлена к производительности компьютеров современных, сохранить этот рельеф, чтобы низкополигональная модель освещалась так же, как высокополигональная. Для этого, собственно, мы и запекаем карту нормали. То есть ретопология, низкополигональная модель нужна для того, чтобы формировать силуэт, ну вот, высокополигональная модель. И запечённая с неё карта нормали формирует фактуру. Вот это надо прямо запомнить очень чётко. Потому что из этого проистекают принципы, по которым делается правильная, хорошая ретопология. Вот. Хорошая ретопология отображает корректно силуэт и тратит на это минимум полигонов. То есть они тратят полигоны на те места, в которых силуэт отображать не нужно. А плохая ретопология этого не делает. Итак, допустим, мы хотим запечь рельеф с нашей модельки вот в такую ретопологию. То есть здесь у нас куча полигончиков, а здесь у нас всего три получается полигона. И как происходит, собственно, запекание карты нормалей? Вообще, что такое карта нормалей? Карта нормалей это текстура, как следует из названия. Вот. Соответственно, каждая точка на текстуре сохраняет через три канала RGB некий вектор. То есть у нас есть три оси в пространстве XYZ. И есть три канала красный, синий и зелёный. Соответственно, мы можем вектор в пространстве сохранить в цвет. Далее, что такое нормаль? Вот у каждого полигона нашего, в низкополигональной модели, есть своя нормаль. Это вектор перпендикулярный полигону. Я его нарисовал. На самом деле, нормаль хранит не полигон, а нормаль хранят вершины. Но к этому мы попозже ещё вернёмся. Соответственно, когда у нас некое освещение падает на поверхность, оно смотрит, под каким углом она падает, то есть какой у неё угол относительно нормали полигона. И, исходя из этого, рассчитывается освещение поверхности. И так происходит для каждой точки полигона. Допустим, мы хотим сказать, что вот в этой точке нормаль будет не такая, как изначально у полигона была. Такая, да? А нормаль будет какая-то другая. Допустим, она будет вот сюда вбок смотреть. И мы можем переписать через текстуру, скорректировать направление этой точки, направление вектора. Скорректировать и направить. Сказать, что на самом деле вот в этой точке не такой вектор, а вот какой-то вот такой. И через текстуру мы нормаль можем записать свою для каждой точки на текстуре. Так. Опять же, я никакого плана не готовил. Довольно сумбурно может получиться. Но я постараюсь как-то членораздельно всё это изложить. Соответственно, если мы хотим не от балды задать нормали какие-то, а для этих точек, мы можем сделать такую операцию. Допустим, из каждой точки, допустим, вот эта у нас будет какая-то модельная точка. Из неё мы сканируем, пускаем луч в направлении нормали в одну сторону и в другую. В эту сторону он у нас не сталкивается ни с какой точкой на поверхности высокополигональной модели. И мы этот луч игнорируем. А в эту сторону мы проверяем вот эту точку, находим пересечение с ближайшей поверхностью и записываем нормаль этой точки. А она может куда-нибудь вбок смотреть. Ну, то есть в зависимости от угла на поверхности. Давайте... Лучше, наверное, не в этом месте точку взять. А в том месте, где... Где у нас будет нормаль отличаться от... Допустим, вот эта точка. Здесь будет какой-то такой изгиб. То есть нормаль у этой точки будет смотреть в эту сторону. А нормаль у этой точки будет смотреть в эту сторону. Мы лучик пустили. Считали эту нормаль. И в текстуру мы записываем нормаль. В текстуру мы записываем вектор, который соответствует... Как бы не соврать. Короче говоря, нам надо учитывать и изначальную нормаль полигона, и нормаль поверхности. То есть мы, грубо говоря, записываем не абсолютное значение вот этого вектора, а мы записываем значение, на которое нужно скорректировать оригинальную нормаль, чтобы она стала вот такой. Вот эту стрелочку, чтобы она стала вот этой стрелочкой. То есть оригинальная нормаль полигона нашего, она не игнорируется, она никуда не исчезает. Мы видим взаимодействие двух векторов в конечном результате. Ну, низкополигональные модели не так просто устроены. У них не по одной нормали у каждого полигона. А у них может быть такая ситуация. Сетка, допустим, выглядит опять же как-то так. Например. Вообще это называется сглаживание модели. Низкополигональный. В 3дмаксе это называется группы сглаживания. В майке, допустим, это хардэджи. Да и вообще везде хардэджи. Один 3дмакс отличился своими группами сглаживания. И это, честно говоря, немножко бесит. Что такое хардэджи и группы сглаживания? Как я говорил, нормали хранят не сами полигоны, а нормали хранят вершины. То есть, каждая вершина, она может хранить либо какую-то усредненную нормаль между нормалями соседних вершин, либо она может хранить 2 нормали. То есть, одна нормаль будет соответствовать одному полигону соседнему, а другая нормаль будет соответствовать другому соседнему полигону. И, собственно, чем отличается вот такая ситуация, вот это как раз и есть те самые хардэджи. Это называется split normals, разделенные нормали у вершины. То есть, на самом деле, каждая вершина хранит количество нормалей по количеству соседних вершин, соседних полигонов, которые описывают, к которым принадлежит эта вершина. И, соответственно, вот в этом случае, когда в реальности освещается модель вот как-то так, мы видим, если мы включим отображение нормали, мы будем видеть одну нормальку. На самом деле, их там несколько, они просто имеют абсолютно одинаковый вектор. А в хардэджах или в границах между группами сглаживания в 3DMAX, мы будем видеть вот как раз такие разделенные нормали. То есть, к одним полигонам будет какая-то одна нормаль относиться, к каким-то другая. Короче говоря, все это сводится к тому, к тому, поверхность у нас может быть по факту, геометрия может быть вот такой угловатой, а освещаться она будет как вот такая круглая, ну, сглаженная. И, соответственно, именно для этого нужно учитывать и вектора с группами сглаживания, там с хардэджами на лоу-поли модели в сумме с векторами, которые у нас на какой-то такой поверхности возникают. Более того, разные программы еще умудряются вот это вот сглаживание считать по-разному. То есть, где-то оно может быть таким, а где-то, допустим, каким-то вот таким, например. Ну, я покажу это подробнее потом на примере. Но суть в том, что есть разные алгоритмы сглаживания модели. Они сейчас более-менее все устаканиваются во что-то одно. Но один фиг предугадать невозможно. И для того, чтобы избегать проблем с этим самым сглаживанием, есть один прием, который я опять же потом покажу. Да, собственно, почему потом? Я его сейчас покажу, потому что сейчас мы перейдем уже к примеру к тому, как выглядит карта нормали на практике. Сразу оговорюсь, что я не буду разбирать то, как именно я запекаю карту нормали. Я сейчас буду именно показывать, как она выглядит и как она может быть, может работать с разными типами сглаживания. Заготовил такую модельку. хай поле выглядит так. Лоб поле выглядит вот так. Собственно, сейчас я выпеку это дело. Ну вот, кстати, в кооте опять же есть при запекании два параметра сканирования глубины внутрь и наружу. Вот как раз то, что я тут говорил. Вот здесь мы внутрь сканируем, а здесь наружу. так, все, поехали. Ну вот, у нас моделька с запеченными нормалями. Для начала, как именно выглядит карта нормали. так, ну вот у нас сбоку тут превьюшечка будет. Давайте для начала выключим вообще карту нормалей. Так, и это дело мы тоже выключим. Вот так выглядит полностью сглаженная модель. То есть, здесь нет ни хардэйджи, ну то есть, никаких групп сглаживания, ни разделенных нормалей. И вот магия и волшебство случаются. И у нас эта моделька начинает выглядеть так после того, как мы включаем карту нормалей. Так, вот собственно карта нормалей. Можно увидеть следующее. Они все имеют градиенты в разных направлениях. И эти градиенты как раз нам говорят о том, что карта нормалей старается скомпенсировать вот эту самую надутость, которую мы видим при сглаживании. И за счет этого придать форме ту самую угловатость, которая изначально нужна. Если я карту нормалей выключаю, то видно, что плоская карта нормалей она выглядит вот такая, как вот такая одноцветная. Включу ее снова. Вот опять же какой-то рельефчик есть на одной из сторон. Он у нас отображается тоже вот видно. Такое ощущение создается, как будто бы поверхность освещена. На самом деле просто в какой-то точке нужен более зеленый условно вектор, смотрящий в какую-то допустим по Y это зеленая. То есть он больше смотрит в сторону Y. В красном цвете он смотрит больше в сторону X. этот вектор. И вот еще что я говорил насчет того, что ретопология лоу-поли модель хранит силуэт. То есть вот этот изгиб у нас хранит сетка сама. А вот гладкость этого изгиба вообще его фактуру грубо говоря его хранит уже карта нормали. опять же можно здесь найти вот он где-то находится у нас. Так. И теперь самый главный фокус-покус. Вот если я сейчас у модели изменю тип сглаживания ну вот здесь сейчас стоит мая 2013 вес пропорционален углу и площади тыры-пыры тут есть несколько разных пресетов в принципе для движков я всегда выбираю вот этот он неплохо в них работает вообще тут как бы есть уже заданные пресеты в настройках какого-то unity 3d max unreal engine zbrush то да ся ну то есть у меня стоит unity если я сейчас поменяю ну допустим на ну допустим на такой вот сразу видно что у нас структура кубика то есть вот эти вот какие-то вершинки изменились почему это происходит сейчас еще раз вот у нас без карты нормали кубик надутый верну обратно видите чуть-чуть поменялось сглаживание чуть-чуть поменялась освещенность но фишка в том что когда было предыдущее предыдущий тип сглаживания он не совпадал с тем под который запекалась карта нормалей то есть вектора немножко некорректно складываются и в результате мы видим вот эти вот артефакты сейчас снова включу чтобы вы могли проникнуться всей болью этой ситуации суть в том состоит что когда у нас очень много полигонов на модели то между ними образуются небольшие углы и сглаженная модель от модели запеченной с запеченной карты нормалей она не очень сильно отличается ну то есть просто без карты нормалей из карты нормалей карте нормалей нет необходимости хранить много информации в себе и поэтому в принципе там не сильно зависит от типа сглаживания модели но вот в моделях которые так называемые хардсюрф модели или модели с какими-то большими плоскими гранями с ровными углами в общем правильной геометрической формы модели у них вот очень критична такая ситуация и для того чтобы таких косяков не возникало при перекидывании из софта в софт и чтобы карта нормалей в целом не так сильно зависела от карта нормалей не сильно зависела от нормалей лоу поле меша хитрые трехмерщики придумали способ как с этим разделываться способ состоит в том что надо сделать так чтобы нормалей не хранили в себе вот таких больших градиентов а для этого нормалей лоу поле объекта и хай поле объекта должны в большинстве случаев совпадать и самый простой способ сделать это это наложить хардеджи в тех местах где как раз таки острые какие-то углы формирующие большие ровные плоскости давайте этот объект переименуем сохраним выключим пока пусть он у нас будет сейчас мы перепечем эту же модель для ну вот с хардеджами здесь хорошая такая галочка появилась в кооте с давних на самом деле уже времен сет шарпедж овер ювисимс что означает что хардеджи будут расставлены в соответствии с ювишвами это очень важный момент опять же на этом попозже остановлюсь но суть в том что эта галка позволяет избегать артефактов на запеченных местах в общем делаем то же самое пятем вот у нас снова появился наш кубик но только на сей раз без карты нормали он выглядит вот таким образом то есть у него есть хардеджи и соответственно он знает что вот эта штука плоская вот этот полигон тоже достаточно плоский чуть-чуть есть изгиб но это не криминально включаем карту нормали так сейчас он нам отображает карту нормали для для первого объекта который мы запекли есть на где тут выбрать объект я обычно не пользуюсь да второй объект у нас тоже дефолт называется по имени ритопа группы вот здесь мы видим что у нас карта нормали карта нормали получилась в целом практически плоская за исключением тех мест где у нас пекутся ребра и вот уже как раз для ребер для того чтобы сохранить вот этот гладенький переход у нас в карте нормали есть небольшие какие-то изменения но в целом все выглядит примерно так же как и было и особенно я хочу заострить внимание на том что hardedge в целом не нужны на моделях где нету каких-то больших плоских поверхностей сильных переломов между полигонами низкополигональной модели вот но надо смотреть по ситуации в общем наверное в большинстве случаев все-таки стоит включать группы сглаживания hardedge в low poly mesh при печке но я честно говоря периодически себе позволяю без них печь потому что хватает полигонажа модели чтобы всю геометрию передать вот пожалуй все по нормалям вот так они работают да но еще наверное стоит остановить внимание на том что разные редакторы по-разному хранят вектора в карте нормалей в большинстве случаев это инвертированный зеленый канал может быть что значит инвертированный это значит что если допустим у нас вектор плюс единица по у то он записывается как единица в одном случае а в другом случае он записывается наоборот как ноль то есть буквально можно зайти в фотошопе открыть карту нормалей давайте я какую-нибудь открою давайте я вот эту прямую открою да еще надо остановить внимание на том что я сейчас разбирал только тангенциальные карты нормалей у которых вектор зависит от ну вот собственно от нормалей или от тангенсов лоу-поли меша есть еще в мировом пространстве запеченной карты нормалей но я имя не пользовался примерно никогда и поэтому рассказать мне на эту тему нечего развертка конечно упаковано как попало не суть не об этом сейчас то есть вот открывайте карту нормали в заходите во вкладку каналов photoshop выбирайте зеленый канал и просто его инвертируете все вот у нас инвертированный зеленый канал теперь и ну в том же андре или карту нормали инвертировать зеленый канал можно просто в настройках текстуры в unity по моему нельзя вот поэтому в принципе иногда вот так photoshop слазить приходится но не всегда вполне возможно что в редакторе будет какая-то встроенная опция как поступить с зеленым каналом ну или опять же можно из кота экспортить с с настройками для нужного нужного софта в котором вы карту нормали будет использовать вот такие пироги все на нормалях сайт на этом месте все следующее видео об инструментах ретопологии и собственно о том как ее делать эту самую топологию довольно простая процедура в целом до свидания